Добрый день, дорогие друзья и гости этого замечательного YouTube канала, который ведет Юлия Руфлорида. С вами сегодня снова Надя Эггерс, я ваш риэлтор в Центральной Флориде, точнее город Орландо и пригороды. Сегодня мы смотрим дом для нашего клиента, у которого были специфические критерии, и они точно знают, что они ищут. Мы этот дом рассматривали очень долго по описанию, по фотографиям, по размеру лота, и вроде бы он нам подходит. Вот, находится этот дом, сразу скажу, вы знаете, очень жарко сегодня, но такой ветерок, очень приятный бриз. Мы сегодня с вами находимся в пригороде Орландо, который называется Доктор Филлипс. Это было одним из основных критерий нашего покупателя, они очень хотят остаться в этом районе, так как их ребенок ходит уже в школу, которая относится к этому району. То есть переезжать и переводить ребенка в другую школу они не хотят. Школы здесь отличные, и само расположение района, оно просто изумительное. Высоко развитая инфраструктура, хорошие развязки до любой точки Орландо. Инфраструктура здесь такова, что очень большое скопление и ресторанов, баров, массажных салонов, спа, магазинов продуктовых, и причем очень таких редких, которые всего, например, по всей территории Орландо и пригородом, например, есть только там 2-3 магазина, например, но они здесь есть, такие как Трейдер Джонс или Холл Фудс. Это очень популярные магазины, и сюда, естественно, вечерами сливается очень много народа со всего Орландо, в чем есть небольшой минус, потому что образуются вечерами пробки, но здесь рестораны на любой вкус, мексиканская, японская, тайская, итальянская еда, морепродукты. То есть здесь реально очень интересный стиль жизни в этом районе. И опять-таки я сказала, что хорошие школы. В общем, у нашего клиента были критерии. Обязательный район, хороший участок хорошего размера, ремонт в доме они делать не хотели, они хотят сразу с арендованного жилья переехать так, чтобы, ну, может быть, какую-то косметику сделать, там, стены подкрасить, но так, чтобы какой-то полный ремонт делать они не хотят. Возраст дома их не волнует, причем этот район, он достаточно старый, поэтому понятно, что все вот эти домики, которые здесь находятся, они 1980-х годов, 70-х, то есть достаточно ранней постройки. На самом деле такие домики были, я скажу, может быть, даже крепче, чем постройки 2021-2022 года, когда застройщики очень сильно спешили, чтобы закончить проекты. То есть эти домики, они в основном более крепкие. Давайте пройдемся по цифрам по дому. А, кстати, одно из критерий тоже было, чтобы дом стоил не выше 500 тысяч долларов. Район этот дорогой, опять-таки из-за своего места расположения, из-за школ, из-за популярности. Очень сложно найти такой дом, где не нужно было бы делать ремонт, и чтобы он стоил ниже 500 тысяч. Но мы нашли, просмотрим, что будет внутри, это мы попозже сделаем, и давайте по цифрам. В общем, год постройки этого дома 1983, цена 499-999, как раз вот то, что нужно. Наша грань до 500 тысяч, надеюсь, что мы сможем поторговаться. Он не так давно вышел на рынок, он всего 11 дней на рынке стоит. Не знаю, насколько будет подвержен торговле продавец. Я знаю, что здесь был какой-то капитальный ремонт сделан, мы увидим. Но это мы все посмотрим. Если нашему покупателю дом пригодится, он захочет делать оффер, тогда уже будем смотреть по дальнейшей торговле, по цене. В этом доме три спальни, две полных ванных, очень маленький H.O.A. Он есть, но он очень маленький, 21 доллар в месяц. Размер дома 1869 квадратных фит, что в переводе на метраж 174 квадратных метра. Налог сейчас платит хозяин 5700 долларов в год. Юля, какие еще вопросы обычно у нас поступают? Из чего сделано? Это блочный дом. Блочный дом, крыша поменена, гараж на две машины. И внутри дома по описанию сказано, что сделан полный ремонт. Давайте пройдем, посмотрим. А сколько лот сам? А, лот, да, кстати, это очень хорошего размера лот. Это 0,31 акра. Единственное, что... Посмотрите, вот этот вот участок. Конечно, вот эта большая часть 0,31 акра, она приходится на переднюю часть дома, да? Вот, потому что это все, этот участок относится к этому дому. Давайте посмотрим, что у нас на заднем дворе. Я уверена, что там тоже должно быть место. Вот обрати внимание сразу, конечно, это совершенно встречается. Есть немного, видишь, трещина в бетоне, но это совершенно... Нормально. Очень часто. Это практически, да, всегда. Только если дом не был вчера, там, позавчера построен или пару месяцев назад, то бетон, он трескается. Но это ерунда. Очень симпатичный вход в дом. Посмотри, у нас это называется Curb Appeal. Все чистенько. Сам комьюнити, кстати, очень аккуратный. За 20 долларов в месяц. И он настолько ухоженный. Это неплохо, я хочу сказать. Вот они посадили, я даже вижу, свежепосаженные кустики, цветочки. То есть они пытались придать дому до того, как мы в него войдем, уже какой-то красивый такой вид. А я еще, знаешь, что заметила? Чтобы мы захотели прямо туда зайти. Он снаружи покрашен тоже. Он полностью покрашен снаружи. Как я сказала, уже крыша сменена. На самом деле здесь была сделана полная реновейшн. То есть я очень надеюсь, что больше здесь делать ничего не нужно будет. Здесь, посмотрите, какая входная зона. Получается очень красиво такие вороться. И передний внутренний дворик. Мне кажется, это сделано в таком среднеземноморском стиле, да? Да. Входная дверь, она тоже полностью заменена. Так, что здесь? На что мы здесь утыкаемся? Сразу на стену немножко. Пора снять очки. Так, мы заходим. Это зона коридора. Мы еще не осмотрели этот дом. Поэтому будем вместе с вами его просматривать потихонечку. В общем, мы заходим в такую зону прихожей. Мебели здесь нет. Дом пустой. Извините за эхо. Мы попадаем в этой части. Мы сразу можем попасть на кухню. Кстати, потом мы посмотрим гараж. Очень удобно. Можно на кухню попасть сразу из гаража или из входной двери. То есть, если у вас сумки с продуктами, то есть, не нужно далеко ходить. Планировка открытая. Да. Очень. Я так думаю, что когда этот дом изначально был построен, так как в тех годах планировки были все в основном закрытые, то здесь было сделано перепланирование, в принципе, всего. Кухня открытая, гостиная очень хорошего размера. Она квадратная, прям очень удобная, красивый камин. Я так люблю камины. И, друзья, кстати, да, мы пользуемся каминами во Флориде по зимой. Зимой очень отлично. От него идет тепло. Не нужно включать обогрев, потому что мы обогревами тоже зимой пользуемся. У нас бывают прохладные, особенно вечера и ночи. Очень интересное вот как бы здесь все это решение. То есть, это настоящий, да, камин? Это настоящий камин, да. Вот, смотрите. Не бутафорский. Шикарненько. Знаешь, что я еще заметила, что окна совершенно новые, а это очень большое вложение. Это стоит очень много денег. Вот, да. Так же, как и крыша. Здесь стеклопакеты. Сейчас уже по коду нужно, если устанавливаются новые окна, они должны быть и противоураганные. То есть, здесь двойные хорошие установлены стеклопакеты. Надеюсь, что по всему дому. Да, а это, смотри, еще мрамор настоящий. Не пользуюсь тебе так. Ну, подоконник, да, это уже мелочи, это не так дорого, но цена вот всего, что здесь вложено, она, я уверена, была очень значимая. Я вижу, что на полу лежит, это похоже на винил. Винил, винил, ага. Похож на винил. Это не дерево. Но винил очень, кстати, устойчивый материал. Выглядит как дерево. Мне нравится. Да. И мне еще нравится, что бордюры высокие, но новые, видно. Да, кстати, бордюры, они тоже, это все было установлено, видно буквально при этом ремонте. Столешница. Кухня, ой, кухня хорошая. Слушай, ну это... Ты знаешь, пока мне нравится. Да, да, да. Пока мне все нравится. Кухня тоже прям новая, да? Кухня, да, это все новое. Все новое, бытовая техника новая. General Electric. О, новая, да. Классно. Да, бытовая техника новая. Здесь зона для... Обеденная, да? Да, да, обеденная зона. Такой эркер называется или эркер, скажите, куда ударение ставить вам нравится. Кстати, вот находясь здесь, вот в этом положении, да, конечно, потолок на кухне, он не высокий. Но в гостиной, посмотри, он идет под углом, и он очень высокий. Так что ощущение большого пространства, оно существует. Да. Так, давай плиту посмотрим. Газовая, да? Получается. Плита газовая, кстати, да, и на пять комфорок. Отлично. Ух ты, какая небольшая. Представляешь, какой обман зрения. Обман, да. Ну, внутри она стандартная, а снаружи она какая-то гигантская. Ну ладно, хорошо. Главное, что стандартная, не меньше стандарта. Новые шкафчики с доводчиками. С доводчиками. Да, очень приятно. Красивая белая кухня, я очень люблю белые кухни, они приносят очень много света. Окей, пока что мне все нравится. Фартук симпатичный. Да, кстати, подходящий такой. Это у нас кварц. Кварцевая поверхность. Проходим дальше. Во дворик мы пройдем уже после того, как мы посмотрим весь дом. Давай, наверное, начнем. Кругами. Начнем, наверное, с этой части дома. Здесь мы попадаем в гараж. В гараж. Ух ты, здесь окошко. Ой, здесь тоже все свеже выкрашено. Пахнет прям красочка, ребята. Они реально постарались. Да, гараж на две машины. Гараж на две машины. А вот посмотрите, лестница уходит куда-то там наверх. Это на чердак, да. Обязательно в доме должен быть доступ на чердак. Причем, посмотри, гараж мы называем оверсайз. То есть он больше, чем просто гараж. Да, потому что здесь еще есть серия. Например, можно использовать как какой-то складской уголок. Например, хранить декорации. Все, что хотите, да. Можно что-то там хранить. В основном. Хранить велосипеды. Очень большой такой участок, да, здесь получается. Да, да, да. Я хочу сказать, что гараж вообще в основном не по назначению используется. А там что-то всегда хранится. У меня дома точно. Да, да, у многих. Вот это водонагреватель, а это кондиционер. Так, вот они здесь расположены удачно. Все. Так, здесь у нас отсутствует стиральная и сушильная машины. Они, честно говоря, не всегда входят в продажу дома. Чаще всего я встречаю в последнее время, что они не входят. Особенно, если в доме был сделан какой-то ремонт. Старые, видимо, были вывезены, а новые это уже будут на покупателей. Ну, что обязательно у нас, бытовая техника должна быть. Иногда бывает, что холодильник нет. Тоже нет. Тоже, да. Но плита и посудомойка, вот это все должно находиться. Вот здесь тоже сторич такой. Сушильная комнатка такая. Даже вот маленькие окошки, я смотрю, маленькие. Все окна были поменены. Даже вот какие-то те, которых не видно, да, во всем доме. Окей, проходим дальше по коридору. Очень хорошо, что спальная зона, она, в принципе, в глубине дома. То есть звуки кухни и гостиной слышны, не будут. Здесь у нас получается мастер, хозяйская спальня. Слушай, хороший размер, скажи. Да, хороший размер, очень хороший размер для 1800 квадратных фит, да. Они как бы нашли место, чтобы поставить такого размера спальню. Здесь у нас хозяйская ванная. Ты знаешь, размер ванны небольшой, но его достаточно. Они смогли уместить даже две раковины. Там, наконец, я чуть не вышла. На балкон. В общем, как бы вот такого пространства нет, но они смогли уместить, конечно, две раковины, душевая кабина хорошего размера. Светленькая тоже такая. Слушай, видно все новое. Видно все новое такое. Я люблю новенькое, даже в старых домах. Ну, конечно, да. Вот здесь кладовочка для полотенец. И туалет вот так вот. Пожалуйста. Классно. И зеркало такое большое, смотрите. Зеркало большое, новое. Так, и еще что хотела показать. Так, здесь есть выход на улицу, да? Здесь есть выход на улицу, ты знаешь. Ну, в принципе, я думаю, в данный момент, я не знаю, как они, ну, как он будет использоваться, но в основном такие выходы очень полезны. Если там есть, например, бассейн или готап, какой-то джакузи стоит, очень удобно зайти уже с улицы, не идти через весь дом, а зайти уже какой-то там на стороне дверка. Да, то есть, вот это, большая гардеробная. Здесь, конечно, не хватает встроенных шкафов, но это уже не будет дорогим проектом. Стены все свежевыкрашенные. Я пока не вижу никаких... Хорошо, кстати, ремонт сделан. Да, никаких подвохов пока не вижу, да. То есть, хорошо сделанный ремонт, все ровненько, аккуратненько, все двери новые. Фурнитура для дверей, все новенькое. Здесь у нас еще одна ванная комната, которая относится к двум гостевым спальням, тоже светленькая. И здесь тоже есть окно, и окно тоже помененное. Двойной стеклопакет. Так, раковина, раковина новая. Фу, раковина, говорю. Ванная. Ванная новая и раковина тоже новая. Сантехника новая. На самом деле, вот я прям пытаюсь к чему-нибудь придраться. И пока не могу, да? Пока не могу. Не, ну классно. Все очень, очень хорошо сделано. Мне пока нравится. Для 83-го года. Для 83-го года это очень хорошо. Опять-таки, локейшн, локейшн, локейшн. Это очень хороший локейшн. Действительно. Это же доктор Филлипс, да? Да, это доктор Филлипс. Извините меня. Один из самых популярных, да. Барндорс. Здесь реально очень сложно найти дом в таком отличном состоянии. Меньше миллиона. Да. А это намного меньше миллиона. Нет, я имею в виду, простите, пожалуйста, меньше полумиллиона. Да, да, да. Нет, меньше полумиллиона. То есть, на данный момент это очень хорошая цена. А, нет. Что у нас там? А, еще одна спальня, да. Проходи, пожалуйста. Третья, да. Третья спальня. Они одинакового размера, они небольшие, но как детские или гостевые, они вполне достаточные. Вы знаете, это так сказать... Большие, но не маленькие, нормальные. Да, концепция Флориды. Во многих домах спальни гостевые не строятся большими. Они больше метража вливают в кухню, гостиную и в ту часть помещения, где семья проводит больше времени. Ну вот мы сделали, вроде бы, полный тур по внутренней части дома. Давайте пройдем, посмотрим, что нас ожидает снаружи. Так, пройдем мы на задний двор. Опять замки. Да, опять замки. Развижные двери, они тоже новые. Ага, кстати, да. Прямо новые, новые. Легко открываются новые, новые, да. Хорошо, да, не надо мучиться с новыми замками. Смотрите, здесь такая верандочка мы попадаем, которая закрыта сеткой от комаров. Здесь можно очень комфортно проводить вечера. И хорошего, большого размера веранда. Так, посмотрите, как тут потолки выполнены. Может показаться немножко низковато, но тем не менее. Здесь можно поставить большой обеденный стол. Все, что хотите. И вообще все, что хотите. Полет фантазии здесь можно хороший сделать. Проходим на задний дворик. О, а вот здесь что? Слушай, ну, можно поставить. Да, здесь, кстати, можно, ты права, поставить летнюю кухню. Да, вот здесь, посмотрите. Просто мне нравится, когда летняя кухня под крышей все-таки. Конечно, дождь, конечно. Ну, участок хороший, скажи здесь. Участок хороший, даже то, что на переднюю часть относится больше, ну, не больше, а большая часть участка. Посмотрите, этот участок очень большой. Тем более дом находится, опять-таки, в черте, можно сказать, города. Да, 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 это не где-то на ферме, да. Да, да, да. То есть это черта города, и это очень хороший размер участка для центральной части Орландо. Здесь можно и бассейн поставить. Сейчас здесь газончик, немножко деревьев. Вообще, что бы я сделала с забором? Я бы его покрасила в какой-то такой более светлый цвет, например. Я не люблю вот когда он такого цвета. И посадила бы вокруг какие-нибудь кусты. Вот мне так нравится. Ну да, можно посадить подокарпус. Кстати, вот они здесь посадили подокарпус. Это такие... Это что такое вообще? Такой куст, но они растут, это как живая изгорица. То есть они растут очень высокими, и их можно стричь в любой форме. Достаточно высокие, то есть они растут выше забора. Но на самом деле здесь придется очень много сажать. Ну да, ну да. Ну это зависит уже, что люди хотят. Мне как-то нормально. Нормально с забором. Покрасить забор можно. Я бы еще здесь, конечно, бассейн вырыла, скажи. Здесь можно, да. Здесь можно вырыть. Здесь можно вырыть. Хороший бассейн. Здесь есть... Куда разгуляться. Да, подход. К бассейну. Все на это рассчитано. Через те ворота, да, можно. То есть, в принципе, место есть. Да. Так. А там вот с той стороны интересно посмотреть, пройтись. Что там у нас? Немножечко. О, тоже смотри, земли сколько. Куст такой огромный. С той стороны тоже есть дверка. Все, и мусорные баки. Ну вот и все. И посмотрели. В той части планеты, да, откуда мы все сюда приехали, да, там дома ограждаются уже прям сразу, передняя часть лота ограждаются со всех сторон высоким забором. Здесь такого нет. Нет, здесь как минимум может быть все открыто, а как максимум забор идет с конца дома. Да, со двора. С бакьярда. Передняя часть дома никогда бывает. Естественно, бывают домики, есть маленькие заборы, они не прайвеси, не приватные заборы, а декоративные. Да, я вижу, у нас есть такие дома, просто вот участок, он декоративным забором, но высоких глухих заборов здесь нет. Все хорошо живут. И никому это не мешает. Ну что ж, дорогие друзья, на самом деле, честно говоря, мне дом понравился. Я хотела найти что-нибудь такое каверзное в этом доме, но если мой покупатель влюбится в этот дом, мы сделаем оффер, если мы хорошо поторгуемся, все хорошо пойдет. Конечно, у нас будет еще инспекция, она необходима. То, что мы не можем увидеть своим человеческим взглядом, да, у них есть специальное оборудование. Они делают полную проверку здания внутри и снаружи, но вот так вот просто глазом я ничего такого не увидела, к чему можно придраться. Вот как тебе, Юля? Да, я тоже не увидела. Я вижу, что этот дом не новый, но я вижу, что он полностью весь переделанный, все. Ну в этом районе и нет новых домов. Ну да, 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 район такой, здесь не строят новые дома. Давно был, застраивался, да, и все домики, я смотрю по соседям, очень аккуратные. Ну, поставим так. Да. А скажи, а сейчас можно торговаться или нужно? А ты знаешь, сейчас такое время, да, и за... Сейчас самолет пролетит, чтобы было слышно. Сейчас такое время, когда уже можно пробовать торговаться. Все зависит от мотивации продавца. Да, конечно, в этом случае продавец вложил определенную сумму денег, которую он не хочет, скорее всего, потерять. Именно хорошего качества ремонта, я бы сказала. Да, да. Такого среднего, да, то есть не элитное, но среднего качества ремонта. Ну, соответствует данному дому. Он соответствует, конечно. Дома, он очень хороший ремонт для этого дома. Да, вот, но в общем по рынку я вижу уже такую тенденцию, что сейчас не такой рынок продавца, как рынок покупателя. Но, в принципе, можно даже сказать сейчас рынок ни продавца, ни покупателя, к сожалению, да. Потому что покупательская способность приобрести, она очень сильно сейчас снижена из-за высоких процентных ставок. То есть то, что полгода назад процентные ставки были 3,5, максимум 4%, а то и 2,75, да, то сейчас уже процентные ставки 7,5. То есть разница есть, и это как раз влияет на снижение покупательской способности. Но если покупатель подходит под покупку дома или финансирование, или наличка, то, конечно, тогда торговаться есть обязательный смысл. Что и вам советую. Да, можно, кстати, в предыдущих видео, когда я брала интервью у девушек, брокеров по ипотеке, в торговлю можно включить, например, не по цене дома торговаться, да, а торговать сумму, чтобы выкупить себе лучшую процентную ставку. То есть, да, прослушайте предыдущее видео с брокером по ипотеке. Очень много, конечно, вариантов, которые можно попытаться сделать, но хотя бы у вас было желание приблизительно приобрести дом в этой ценовой категории плюс-минус. Так что спасибо большое, что вы с нами, нам очень приятно тоже, что вы нас смотрите, вы задаете вопросы, вы комментируете, это очень для нас важно. Мы для вас тоже снимаем эти видео, потому что мы по вам скучаем, и мы хотим показать вам все интересное, что мы видим сами на рынке. Конечно, мы все подряд не снимаем, но вот такие интересные вещи, такие интересные дома, конечно, мы не могли пропустить этот момент. Так что оставайтесь с нами, следите за нашим каналом, мы вас очень любим, до следующих встреч. Пока. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok